Я думаю, что это национальная беда, которая коснулась, если не каждого человека в нашей стране, то через одного точно. Если не сам пьешь, то кто-то честит членов семьи, портит жизнь обязательно, родственники и так далее. То есть это беда, конечно, потому что у нас, к сожалению, наши граждане не просто пьют, а не умеют пить. И те законы, которые приняты, многие ругаются, нельзя алкоголь продавать, нельзя это. Я считаю, что надо разрешить продавать алкоголь дорогой. Ночью можно покупать, предположим, виски дорогие, потому что есть категория людей, которые очень серьезные люди, работают много, и хочется расслабиться, выпить 50 граммов. Ничего такого в этом я не вижу. Но те граждане, которые с утра до вечера пьют и ничего не делают, и своих родственников всех терроризируют, и не работают, и никакой пользы не приносят миру себе и семье, то, конечно, их надо ограничивать как-то. Потому что у нас, к сожалению, в этом случае надо применять кнут. Никакие разъяснения уже не помогают. Уже сто лет прошло, ничего не меняется, Ваня лежит. Все. К сожалению, к большому. И у меня в семье тоже не без этого. И мы все страдаем из-за таких моментов. Это ужасно. У нас не самая пьющая страна, но пьют у нас, мне кажется, все-таки от какой-то еще и безысходности. Вот человеку нечем заняться, нечем развлечься. Как-то вот, наверное, из-за того, что низкий уровень, то есть в кино хочется ходить, денег нет, там еще что-то. Ну, как-то вот, мне кажется, что-то социальное еще важно. То есть у людей нет особо денег. Вот, наверное, это является отчасти причиной такого алкоголизма. Потому что в провинции вообще все пьют. Вот. И особенно жалко молодых, которые не построили еще жизнь. Вот мне там мои друзья на даче, на шикарный вот, у них шикарный особняк, они там вот живут. И вот по выходным собираются все время там, ну, понимаете, да, по-русски. Вот. Но при этом люди работают, зарабатывают, содержат себя, семью и так далее. И вот они говорят, Прохор, ну давай с нами, давай с нами. Я говорю, ребят, вот когда я заработаю себе вот такой же особняк, такие машины, столько вот всего недвижимости, такое займо в обществе места. Я, конечно, тоже вот в своем особняке разложусь и наклюкаюсь и в кустах полежу с удовольствием на грядках. Тоже хочется расслабиться, мы все живые. Но, если ты ничего еще в жизни не добился, ты никто и звать тебя никак, посмотри на себя в зеркало и пойми это. То, конечно, надо куда-то стремиться, какой алкоголь. Но это же ни к чему не приведет. Просто цель должна быть в жизни у человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова